Самый дорогой чай здесь, черный, какой у них. Ребята, 1200 юаней. Ребят, всем привет. Привет. Сегодня с нами Виктор. Виктор нам сегодня решил провести экскурсию по чаю. Так как, ребята, мы находимся в Китае, а это страна чая, мы обратились к нашему другу Виктору. И он нам сегодня проведет такую небольшую экскурсию и поможет приобрести чай. У нас появилась необходимость в хорошем чае, потому что липтон это не гудка, да? Конечно. Вот, в общем, мы решили купить хороший черный чай. И Виктор нам сегодня поможет в приобретении этого чая. Сегодня, в общем, мы находимся на рынке. Этих рынков в Гуанчжоу очень много, да? Да. Виктор нам уже кое-что рассказал. Есть большие и маленькие, но мы выбрали самый ближайший, который находится рядом с нами. Называется он как? Походим, посмотрим цены. Точку мы оставим. Да, адрес обязательно оставим. Поснимаем это место. Будем дегустировать чай. Погнали. Так, Виктор, в общем, зашел к знакомому, в общем, продавцу. Он много раз у него покупал чай. И... Я покупал. А также мы Виктору будем задавать вопросы, какие-нибудь связаны с чаем, да, Кать? Как лучше выбрать чай. Все, что связано с чаем, мы будем у него спрашивать. Это вот чай? Да, все чай. Разные сорта? Разные сорта. А как тебе запах? Заходим, да, и запах сразу же, да? Запах чая и, по-моему, табака, да? И там. О, предлагает нам сесть. Все, все. Она, в общем, пришла и сразу же без разговоров начала делать свою работу. Виктор только сказал, какой чай мы будем пробовать. И она сейчас, смотрите, начнет делать. Там набирается, в общем... Чайничек набирается уже водой. Горячая. Ага, сразу горячая. Но она будет его кипятить, смотрите. Дополнительно. Так, ждем. Она предложила, с какого чая начнем по стоимости пробовать, да? Да. Тогда с чешевой начинаем попробуем. Давай с дешевой начинаем. Сначала около 100 йон, такие попробуем. Угу. Черный чай. Ах, пахнет чаем. Там целое коробище чая. Набрала чаю в такую мисочку. Сейчас будет, смотрите, ребят, заваривать. А, ну, конечно, показано. По запаху, если честно, черным чаем почему-то не пахнет. Я в нос засунул в коробку. И... О, другой принес. Это разный сорт. Понюхать. Стоимость. Этот, ребята, 150. Сейчас грани 220. 220. Вот этот подороже. Кроме этих, а еще много, видите? Я представляю. Я ничего не понимаю. Да? Все, попробуем. Первый раз она заваривает и сливает полностью чай. Да. Обмывает, получается, чайные листья, да? Угу. Обмывает вот этот стакан и обмывает наши чашки. С посуду мою, да? Да. Это 380. 280. Это подороже. Свет от чего-то отличается, видишь? Так. Это она, получается, заварила второй раз уже и дает нам попробовать. Это мы какой пьем сейчас чай, покажите? Вот это первый. 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 Пробуем. Пробуем. Вы заметите, она тоже взяла чашечку и начала тоже пробовать. Доброе? Нормально? Кать, как тебе? Я не особо что-то по-моему. Пахнет приятным черным чаем. Но вкуса особого такого нет. Вкус слабый что ли? Вкус такой проявляется не сразу. Это зависит от себя. Если хотите покрепче, чуть-чуть подольше поставить. Да, я прямо чувствую, если его подольше позаваривать, он прямо будет такой, прямо ядреный. Вот это, знаешь, неплохой. Мне понравился этот чай. Я спрашиваю, если мы хотели печь еще крепче, можно потолще поставить, можно. Это черный чай, как свой вкус. Покрепче, да, сделала? Вот сейчас прям уже такой ядреный прям становится. Не горечи? Горечи нет? Ты знаешь, горечь она присутствует. Мереча ставим. Это же получается черный чай. Горечь, она такая, есть горчинка все равно у черного чая. Чем меньше он будет горчить, тем дороже и вкуснее, да, будет считаться? Правильно я понимаю? Много, да, так сыпет, да? Я говорю, чуть меньше. Чуть просто не попробую. Берет новую посуду, ребята, смотрите. Она не стала наливать в эту, да, посуду? Когда заливать чай, кипяток 100 градусов, да, градусов. А чуть-чуть охлаждать, где-то 80 градусов лучше, вкуснее будет. Долго они уже работают в этом бизнесе чайном? Я хочу тебе сказать, что вот я попила третью чашку, и у нее уже совсем другой вкус. Каждый раз она заваривает, и каждый раз вкус меняется. Ты заметил? Так, смотрите, опять процедура промывания чашек. Первый, так сказать, заварку, да, выливают полностью, ребята, смотрите. Там прям пусто, нету ни кипятка, ничего. Вот она, второй пошел в завар. Это делается для того, чтобы промыть чай, да, очистить его листья, и избавиться от каких-то там еще присутствуют, да, какие-то невкусные вещи. И вот она сейчас вторую заварочку развела. Пыль, прежде всего, от пыли. От пыли, да, наверное, но от грязи, да. Ну и, естественно, посуду помыть чаем, это вообще нормально. 220, я запомню. Ооо, вот это прям поинтереснее уже запах. Хочу сразу сказать, что этот прям горький сильно. Крепче. Крепче. О, прям в рту аж вяжет. Слушайте, вот этот прям ядреный. Сильно, я представляю, если его подольше заварить, то это будет вообще чефир. Так, сейчас, ребята, мы будем заваривать третий вид чая за 280 юаней, и прям сравним. Пробуем, она заварила сейчас чай за 280 юаней. Слушай, прям вообще такой отдаленный, прям, вот второй был прям ядреный, а этот прям совершенно прям слабенький по сравнению со вторым. Пробую. А мне не понравился. Не первый больше всего понравился. Второй самый дорогой чай здесь, черный, какой у них. Хочу сразу же отметить, что он далеко очень запрятан. Видимо, не каждый день покупается. Ребята, 1200 юаней, офигеть. Вот на такой тарелке у тебя 1200 юаней лежит. Капец. Что говорится? Это тысяча юаней. Тысяча юаней. Это называется тиньдюймей. По запаху он ничем не отличается от того. Аккуратно, ты попадешь на 1200 юаней, не урони. Вот здесь прям черного чая практически не присутствует запах. Какой-то, более какой-то цветочный, что ли, легкий какой-то. Виктор уже кое-что рассказал. Почему именно такая дорогая цена? То есть, чай, плантацию чая, представляете, да? То есть, вот эти кустарники идут. И вверху растут вот эти листочки, такие еле-еле проросшие. Самые молодые, самые яркие, такие зеленые. И утром они до солнца собираются, сушатся. И их, естественно, мало очень. Естественно, сбор сложный очень. Чая мало. И поэтому дороговизна этого чая. 1200 юаней за полкилограмма. Вау! Она сейчас, ребята, заваривает чай за 1200. Я просто смотрю, как она промывает посуду с этим дорогим чаем. И становится как-то это не по себе. Вот он, настал тот момент, когда мы будем пробовать самый дорогой чай в этой лавке. За 1200 юаней. По запаху практически ничем не отличается от предыдущих. Они сказали, что этот вкус будет обволакивать именно горло. Какое-то маслянистое. Нет, правда, есть какой-то вкус. Есть, да? Объемный. Объемный, да? Может быть, это психологически как-то должно влиять, что я пью сейчас дорогой чай за 1200 юаней. И может быть... А то, если наобъемный бюджет. Ты знаешь, ну, он мне понравился. Он не сильно крепкий, не слабый, такой прям среднячок, прям в самый раз. Мне он нравится, но цена не нравится, к сожалению. Ну, он прям совершенно слабенький, по сравнению даже с первым. Он прям взял чашку. Прям, да? Прям нравится, да? Хоу-хау. Ганбэ говорит. Даднаггер пей. Я не понял, ребят, я не понял, в общем, эту стоимость, эти вкусовые, в общем... Можешь оценить, да? Да, я не могу оценить вкус на 1200 юаней. Как ты? Я тоже не слишком хорошо разбираюсь в чай. Ну, не такой ценитель. Видите, тебе за 1200 понравился чай, нет? Лучше, чем предшественники. Когда вот этот чай градат, какой-то запах останется, приятный запах. Чувствуешь? Да, чувствую. А также она нам сейчас сообщила о том, что цена чая зависит от того, где произрастает этот чай. То есть вот этот чай собирает высоко в горах. Поэтому у него дорогая цена еще. Она, в общем, из тех мест, где произрастал чай, собирала чай, продавала. И, в общем, бизнес сам по себе родился. Родители занимались чаем. В общем, вот такая история интересная. Я говорю, можно потом в России, может, филиал открывать. Чайный. Чайный рынок. Знаешь, в России, наверное, не пойдет, потому что у нас нет таких ценителей чая, понимаешь? У нас просто зашел, Липтон купил, какой-нибудь простенький купил. И даже ленится. Да, может быть, но их мало. Они такие дорогие, мне кажется. Да, такие точно брать не будут дорогие. Какой ей чай больше всего нравится? Белый чай. Белый чай? Да. Дорого стоит? Тот, который ей нравится, дорого стоит? Сколько стоит? Белый чай. Да, это белый чай. Торого есть и тешевый есть. А, то есть и тот, и тот нравится. Да, да. Это белый чай. Попробую рассказать то, что мне сейчас, ребята, Виктор рассказал. В общем, черный чай, да, как делается черный чай? Ну, в общем, листья черного чая собираются в кучу, и там вроде как происходит что-то брожение. Он мне перевод сделал с китайского на русское, и там было, в общем, брожение. Ну, я так понимаю, что все это лежит, квасится, так понимаю, да, все эти листья. Потом доходят до какой-то кондиции и сушатся. Сушатся, может быть, даже в печках. Дальше. Ну, нарезается, это понятно. В общем, это получается черный чай. Дальше есть зеленый чай. Зеленый чай делается так. Те же листья, то есть те же листья, грубо говоря, черного чая, из которого черный чай делается, закладываются в печку, и на огне сушатся. То есть барабан крутится, листья там, в общем, тоже там крутятся, и мастер смотрит в барабане, чтобы именно по запаху, по цвету не передержать. Если передержит, то получится черный чай, получится, либо испортит, и можно будет выкинуть, да. И буквально подсушивает, и он получается такой зеленый, то есть буквально подсушенный. Так получает зеленый чай. Дальше белый чай. Собирают листья, те же листья чая, собирают и укладывают его в вот такие вот бамбуковые сетки, или как это называется, сито, и он сохнет, ребята, просто на солнце. И так получается белый чай. А сейчас мы, ребята, будем пробовать белый чай, который хозяйке именно нравится. Мы попросили ей попробовать белый чай. Заводить нам. Да, почему-то он не белый, хочу сказать, он почему-то черный. А вот так собирается белый чай, правильно, Витя? Слушай, вот у него запах, вот запах. Да? Да. Ах, как приятно. Прям вот пахнет зеленью. Он прессованный и продается вот в таких вот пакетиках, прессованный. Кстати, да, она почему-то не использовала вот эти вот чашечки, вот эту посуду для заваривания. Вот это пахнет, это пахнет, это пахнет, это пахнет. А, да. Короче, черный чай, челеса, это сразу наливать и сразу убрать. Если только держит, то кольки будет. Это можно в воде. Долго держать. Держить можно. Белый чай можно в воде. И вот он цвет имеет, да, совершенно прям такой светленький, да. То есть прям легонький, посмотрите, он прям. Ребят, сейчас будем пробовать белый чай, цена его. 160 юаней. Запах приятный. Ой, прям вообще прям, большинство. Вот человек, который нам посоветовал попить этот чай, она работает на этом чай, и она знает, что нужно пить. Мы, скорее всего, наверное, белый чай возьмем. Сейчас попробуем. В принципе, цена недорогая, да, 160 юаней, да, все? Я вот не могу понять, я вот его пью, да, и такое ощущение, что я пью черный чай. Вот сначала выпиваю, очень слабый, слабый вкус, а послевкусие, как будто бы я вот черного чая попил. Слушайте, а мне нравится чай за 1200 юаней. Распробовал. Он прям, правда, вкусненький такой, вообще. Это пасовать чай. Здесь засыпается чай, он посадит сколько граммов, сколько надо, и он выдаст именно, сколько граммов надо. Это чиквайна, зеленый чай посоловать. А, для зеленого чая. Вот это вакуум. А, вакуумную упаковку делать примерно вот так. Так, что еще? Это холодильник, что ли? Это зеленый чай, чиквайна или зеленый чай. А почему зеленый чай в холодильнике хранится? Здесь все для чайной церемонии. Здесь, в общем, чайный стол. В общем, много всего. Всякие чашечки, кружечки. Да, красивенько здесь. Если вы решили прикупить чайный стол, чайники, сувениры, в общем, все, что связано с чаем, обязательно надо купить вот эту штучку. Это для привлечения денег. При чайной церемонии он стоит на столе, его обливают горячим чаем, да? И он меняет цвет. Он меняет цвет, он мне, Виктор, сказал. Посмотри, какая чашечка. Красивенько. Аппарат для курева у него тут стоит. Смотрите, какая штуковина. Сюда он засыпает. Ну, конечно же, не чай, засыпает махорку, наверное. Вот. Табак. Вот. Здесь что-то там непонятное. В общем, такая установка курительная. Здесь, видимо, табак. Смотрите, спички используют. А здесь вот он табачок. А ты обратил внимание вот на эти чашечки? Пахнет, как будто бы чай. Посмотрите, ребят, какие красивые чашечки. Они как будто бы дырявые, будто бы ажурные. Ну да. Ребят, в Китае существует не только черный, зеленый чай и белый, да? А также есть мандариновый чай. Здесь, в общем, мандаринка, я так понимаю, кожура. Нам сейчас предложили заварить, а заварим его. И внутри чай есть. В общем, такой, в общем, чай на мандариновый вкус. А также есть джасминовый, цветочный, молочный чай. Нам сейчас Виктор очень много чаев перечислял. Очень много цветочных чаев или чаев. И много сортов чая на любой вкус и цвет. И на любой кошелек. Смотрите, ребят, нам принесли вот такую упаковку. Вот здесь нарисованы мандарин зеленый. Вот здесь нарисованы. Кожура, смотри, и вверху еще крышечка есть. Открой крышечку. О, правда. Так, сделай. Три чая. А сверху такое ощущение, что он как будто бы заплесневел. Знаете, такой зелененький прям. Ну нет. Пахнет вообще здорово. Пахнет мандаринкой и чаем. Надо избавиться от кожуры, что ли? Она его вместе просто раскрывает. А, он больше раскрылась. А, он внутри зашел. Внутри черный чай, да? Что это такое? Пуэр. Ну, ты знаешь, мандарином не пахнет. Я тоже вот сейчас понюхал, мандарином прям не пахнет. В мандарине, в кожуре, есть такие эфирные масла, да? И вот они как раз вот в этом чае сильно, как бы, мне не очень приятно. Попробуй. Мне не очень понравилось. Мне тоже не очень. Крепкий, да? Нет, он, ты знаешь, присутствует какая-то вот, какая-то вот именно... Горчинка? Горчинка от кожуры. От кожуры, я тебе говорю, вот эти эфирные масла. Да, вот этот, как вот цедра, да? Вот если цедру содрать с кожуры и поесть, она же горькая такая, да? Представляете, да? И вот примерно что-то сейчас происходит. То есть чай со вкусом вот этой вот горчинки. В общем, нам, ребята, понравился больше всего белый и, конечно, за 1200 гривен. Ребята, в общем, напились чаю, очень здорово, вкусно. И сделали обязательно, конечно, заказ. Вот то, что нам понравилось. Мы с Катей себе взяли на первый раз белый чай, который нам единогласно понравился. Вот это наша, в общем. И Витя тоже прикупил чаю. Это зеленый чай, как называется? Чагуни. Чагуни, вот. И Витя взял мандариновый чай, который мы, кстати, пробовали. Витя, спасибо за перевод, очень было познавательно, очень здорово. Помог нам наш хороший переводчик. Кстати, ребята, если кто не знал, Витя занимается переводами. Водит по фабрикам, заводам, по рынкам. В общем, выступает в качестве переводчиком. Я думаю, что если вам нужен переводчик качественный, хороший, то это Виктор. Он очень хорошо говорит по-русски, понимает шутки по-русски, будет не скучно. В общем, обращайтесь, оставлю ссылку в описании. Не ссылку, а контакты в описании. Вичат или ВК? Вичат или почта, телефон номер. В общем, все оставлю в описании, смотрите, обращайтесь к Витя. Если кому-нибудь будет нужна переводчик, можно мне напишать или звонить, я буду рад с вами работать. Если у вас будет свободное время, к нам приедете, чай попьете. Ничего себе, приятно, да? Сесе. Сесе этому дому, идем к другому. Бай-бай. Сесе, бай-бай. Что я могу сказать? Я пился чай, у меня полный живот. Вот, было очень интересно, познавательно. И мне понравилась женщина такая добродушная. То есть, прям рассказывала, говорила какие-то детали. Очень много всего показывала. Дала попробовать, в конце концов, дорогой чай, что это, в принципе, тоже очень было здорово. И сейчас мы, ребят, маленько по рынку пройдемся, поснимаем чуть-чуть. Смотрите, какие здесь мешки чая. Чай мы, конечно, уже заходить пробовать не будем, потому что уже много напробовались, да. А также, я смотрю, здесь прилавки и с алкоголем есть. Рынок, на самом деле, ребята, небольшой. Посмотрите, вот видно уже границы, буквально вон там зашли. И, смотрите, вот раз, 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 все, и уже заканчивается. Все, ребята, на этом видео закончим. Поснимали общие виды, показали рынок, попробовали чаи. В общем, было здорово. Видите, нам много чего показал. Много ответил на наши вопросы. В общем, прикупили чай. Я думаю, что вам это будет видео понравиться. Если что-то будет непонятно, и мы, может быть, что-то забыли, да, и не затронули, да, пишите, ребята, в комментариях, мы ответим, либо, может быть, еще заснимем отдельный видеосюжет про это, да. Витя у нас сопровождает, подскажет, все сделает, в общем. Все, ребята, не забываем подписывать, ставьте лайки и всем пока. Пока-пока. Не забывайте обращаться к Виктору в контакте под видео. Пока. Пока.